им будет непросто тем кто полагается на истину авторитета вместо того чтобы полагаться на авторитет истины джеральд месси самая большая опасность для авторитета который поставил целью манипулировать и доминировать это сказать правду ведь чаще всего правда весьма неприятно что же мы сегодня подставим под сомнение истину авторитета или авторитет истины с этим нам поможет разобраться наш любимый старк ред который защищает рэмбо и кем является для него рэмбо авторитетом тот который может сказать неправду дабы не огорчить своего протеже либо он ставит под сомнение то что говорим ему мы это важный момент ведь он пытается либо защитить своего авторитета либо защитить истину так что же важно давайте разберемся в этом ролике зачем мы с лукой объединились но мы с лукой поговорили и все решили все вопросы были решены как такое убийство могу пройти при этом у сиркарип использует вот это преимущество лаганя если у рэмбо если он вообще мало и когда такой используют то сиркарип это постоянно преимущество используется небольшое вступление перед основной повествовательной частью было о том что либо спект и старк ред и все остальные не ставят под сомнение рэмбо и его мастерство игры потому что слепо верят ему либо они что-то понимают что в принципе что-то возможно не то но не уделяет этому внимание так вот истина авторитета это рэм и они закрывают на это глаза а вот авторитет истины это те видео материалы доказательства которые мы предъявляем и в данном случае конечно лучше закрыть глаза на неудобные моменты и сделать вид что ты чего-то не понимаешь чего-то не знаешь ты пытаешься заступиться за своего авторитета и включаешь супер аналитика по читам и даже не стоишь под сомнение что в принципе может быть что-то не так на тебе неудобно ты закрываешь глаза и отвечаешь примерно вот так этот вопрос к этому крестику почему рисуется красный крестик большему я не знаю почему рисуется красный крестик если честно по крестиком давайте вопросы не камня я не эксперт по этому почему действительно красный крестики на вот это вот читер который снимает это видео это реальный читер потому что так нельзя попадать у него проходит урон рядом с телом игрока который находит он стреляет мимо у него попадает ему достаточно просто в зону где находится игрок стрельнуть он попадет него и тут он опять вставляет эту карты откуда он их вставил он находится в прицеле он не мог посмотреть карты помните я вам говорил про противоречие которые вы показываете человеку который слепо верит своему авторитету будет утверждать что он в этом не разбирается ничего не значит вот обычный пример который старкред разбирал на своем часовом ролике разоблачение и аргументов значит смотрите при попадании в голову при использовании шапки и карты способности шапки у вас не будет никакого перекрестия . останется белый никаких разлетов ничего не будет серая . означает что урон зафиксирован а красная . означает что цель убита на ролике где дип-хоук убивает рэмбо компьютер дип-хоука регистрирует смерть рэмбо а рэмбо живой на этом ролике идет регистрация урона в голову а слетает шапка то есть регистрация была а шапка слетела но рэмбо не умер при использовании шапки вы никогда не получите никакого урона она просто слетит и перекрестие прицела не поменяется она просто будет белой . серая . еще раз это получение урона красная эта цель убита это означает что билд который показали в ролике действительно соответствует рэмбо ведь если бы он не соответствовал то перекрестие бы не было ни серого не красного цвета . бы осталось белой ничего бы не поменялось и урон бы рэмбо не получил если бы у него была карта способности на шапку так как карты способности не было урона он не получил почему не умер и шапка слетела а фиг его знает вот весь аргумент старкреда он получает урон я не знаю почему что за перекрестие вообще без понятия но в целом как бы ну да это спорные моменты и вообще готика читеры вот весь аргумент старкреда как я и сказал лучшая защита это нападение сейчас тактика будет такого надо обвинять во всем сократа вообще сократ продает сам читы сам их рекламирует то что он полгода хейтит их и и всех читеров обзывает говнарями это нормально это прикрытие а на самом деле сократ просто банчит читами убегает по дискордам объявляет всех против рэмбо сам вынюхивает там читеров если они там или нет не для того чтобы объявить эти войну этому дискорду а для того чтобы найти себе покупателей до человек который продает читы ищет уже готовых читеров чтобы им ушел повторно их продать молодец супер логика у старкреда проще всего обвинить банзероса сир кариба дэвила госта дип холка да кого угодно лишь бы не признать факт того что у рэмбо что-то и так проще искать косяки у кого-то еще видео на заднем фоне который идет все это время это массовая стычка возле blackwater со стороны рэмбо было 13 человек со стороны готики было 18 человек итого сессии из 32 человек 31 сражались возле blackwater стычка была очень значимая мы поражали их до самого лагеря откинули пару раз blackwater blackwater им так и не удалось занять в конечном итоге читеры слились сессии мы восторжествовали объявили победу вся стычка длилась четыре часа с мотивационными роликами речью с матом в чате да все что было поэтому присоединяйтесь готики ссылка в описании вместе мы загнобил читеров и на наснимали целую кучу моментов против рэмбо но доказывать уже некому мы уже все что хотели доказали все так у же знать что с ним что-то не так но ребята с противоположной стороны слепо ему доверяют так вот вопрос кому они доверяют авторитету истинный или истинный авторитет в этом ролике также использовались материалы с другого ролика от партизана ссылка на его полный ролик можете просмотреть в комментариях там он в шутливой форме высмеивать комментарии старкреда к разоблачению наших роликов по рэмбо обязательно посмотрите юмористический классно подобран классный монтаж советую обязательно посмотрите ну а в целом для вас была готика для вас был сократ стараемся уничтожать читеров стараюсь собирать для вас информацию со всех дискордов предлагаю объединение также всего ру комьюнити кому интересуют огромные массовые стычки против читеров спускайтесь под ролик ссылка на готику на дискорд в описании описании описании